Техника тут, конечно, зимой стоит в основном. Сейчас КамАЗ даже стоит. Особо никуда не возим, потому что уже картошку возить холодно. Зиму глава семейного фермерского хозяйства Николай Шарабоков называет временем больших ремонтов. Сельхозтехника на приколе. Тракторы, комбайны после уборочной страды готовят к новой пахоте. Спецтехнику ремонтируют не в одиночку, с тремя сыновьями. Любовь к земле и труду мальчишкам привил еще в детстве. Начинал еще, когда работают, дети еще маленькие были, в школу ходили. Вот из школы возвращаются и бегом ко мне в поле картофель скушать, убирать. И вот это, видимо, они видят, как отцу нелегко. И вот настроил, чтобы учились, образование получились. Понятие было о земле, о технологии. О технологии выращивания семян, овощей и многолетних трав лучше всех в фермерской семье знает старший сын Сергей Шарабоков. По совету отца выучился на агронома. Теперь теорию применяет на практике на пяти сотнях семейных гектарах. На посадке картофеля тоже норму ставим. Химическими препаратами его порискиваем, тоже там норму препаратов надо знать. Среди молодых тружеников Антон Шарабоков в семейной команде отвечает за технику. Он инженер-механика, еще водитель. С полей разводит урожай, зерно, картофель по всей Удмуртии. С весны до осени у нас не до отдыха. С утра до ночи пашем. Зимой как отпуск уже получается. Легче просто. Работаем так же просто. Таких тяжелых работ постоянных нет. Фермерская династия Шарабоковых много лет трудится на родной земле. В маленькой деревне Пашур-Вишур. У сыновей подрастают дети, будущие продолжатели семейной команды тружеников села.